Смотрите, договорились. Американцы договорились с персами. Ну, уже понятно, что договорились, сейчас они еще какое-то количество, пару-тройку недель будут это в публичном пространстве, чтобы как бы не слишком потерять лицо. Потому что в реальности персы получили все, что хотели, а американцы ничего. А изображено будет, что наоборот. А, значит, дальше, соответственно, республиканцы договорились с демократами. Американцы договорились с Китаем. Войны в Сирии не будет. Нет, это не соглашение демократов, а республиканцев, это капитуляция республиканцев. Ну, смотрите, Обама, к нему можно предъявлять много разных претензий, типа, что он не знает, что будет через 10 лет Соединенные Штаты Америки, но чисто тактически он очень хороший политик. Он нашел для себя нишу, это ниша такой откровенный совершенно социальный популизм. То есть он, кто получает денежки из бюджета, он им сказал, ребята, голосовать надо за меня. Потому что я дам больше, а если даже не дам, то уж точно не отберу. В результате количества этих получателей, ну, она вообще всегда была в истории. Другое дело, что у одних получается убедить народ, что вот я дам, а у других не получается. Вот у Обамы получилось отлично. То ли это его, соответственно, происхождение, то ли он действительно гениальный стихийный популист, как Жириновский, например. Вот. Ну, вот так лучше это получилось. По этой причине любой кризис, если он произойдет, ну, хотя бы за полгода до выборов в ноябре 2014 года, первые крупные выборы в США, на пользу Обаме. Потому что увеличивается количество бедных, и за полгода Обама их консолидирует, как смотрит так. Ребята, у вас все, жизнь кончилась, но я вам буду давать денежки, если вы за меня проголосуете. А вот эти гады, вот эти гады, вот эти, они наоборот, видите, как они орут, чтобы не давать вам денег. Вот, смотрите, вы за них не голосуете. По этой причине для республиканцев единственная возможность организовать большой бенз где-нибудь в сентябре-октябре 2014 года, так, чтобы народ несколько прибалдел от кризиса, еще не разобрался. Кто ему будет давать денежки, а кто не будет. А с другой стороны, совершенно очевидно, что избежать кризиса нельзя, потому что средние расходы американцев на 20-25% больше, чем их доходы. Как было, так и есть. Изменение структурных искажений в американской экономике еще не произошло за счет эмиссии. Ну и все. Поэтому, значит, единственный вопрос, когда? Вот, значит, республиканцы пытались дернуться, поняли, что проиграют, и поэтому отступили. Вот и все. Обамы еще пару слов. Да, вот, мне хотелось бы предложить. Обама, на самом деле, хороший. Смотрите, он вот войну в Сирии не захотел. И даже известного клептомана Саммерса не пустил в руководителей ФРС. Он такой хороший. Другое дело, что с точки зрения республиканцев он не очень. Ну, ты ж никуда не денешься. Потому что у республиканцев была мысль, да, что они изобразят Обаму нехорошим. У них была мысль, что вот это вот... Среди таких коренных американцев идея этой реформы медицинской, она не очень. Другое дело, что они уже не в большинстве в Соединенных Штатах Америки. На самом деле, коренной американец, который приехал в город и живет вот по этой городской модели среднего класса, он уже перестает быть американцем, потому что он целиком и полностью начинает от этой матрицы либеральной зависеть. Вот. Но что самое главное, Обама, на самом деле, я что говорю, он политик очень сильный, и поэтому он уперся. Республиканцы думали, что они его немножко пошатают туда-сюда, там шаг с перерывом. А он сразу сказал, что я признаю только капитуляцию, а если нет, я наложу вето на законопроект. И дал я все. Дефолт? Пускай будет дефолт. А в чем, а что произошло бы, если бы соглашение не случилось? Да ничего бы не случилось, потому что на самом деле, ну хорошо бы, ну дефолт, а американцы бы не погасили бы какие-то облигации, ну там упали бы фондовые рынки сразу, так они упадут где-то через год, через полтора, а так они упали бы сразу. Ну произошел бы такой еще один сентябрь 2008 года по масштабу. Он все равно произойдет, таких вот кризисов будет еще там 4 или 5, потому что, еще раз повторю, структурные диспропорции, они никуда не делись, их приостановили, их, значит, развитие. А дальше что? Ну вот, да, отличие только от 2008 года, что из 2008 года за счет эмиссии довольно быстро выскочили, мы не до конца, но спад-то уж точно остановили. А здесь, соответственно, все-таки упали бы. И уже все, значит, уже бы не было, никакого бы роста не было, то есть если бы тут упали, потом поднялись, но не до конца, но все-таки чуть-чуть поднялись. А здесь упали и дальше горизонтальный кусочек, потом снова упали, еще горизонтальный. Ну в общем, такая обычная совершенно картинка для длинного кризиса, который идет ступеньками. Проблема-то никуда не ушла? Нет, никуда не делись. А Обама не решает проблему, это главное, из-за чего республиканцы злятся. Они говорят, Обама, ты проблему-то будешь решать? А Обама говорит, у меня одна проблема, убедить народ, что я ему дам денег. А все остальное это ваши проблемы, просто в принципе. Но это еще и связано с тем, что там раскололась и демократическая партия, и республиканская. Потому что и там, и там есть некоторые такие имперские идеалисты, только одни чисто американские, это не оконы республиканские, а другие такие международные финансовые. Это вот в демократической партии Клинтониха и, значит, и вокруг Нью-Йорк, и Саммерс в том числе. А есть такие, которые понимают, что надо отходить на заранее подготовленные позиции, что надо бросать все эти транснациональные корпорации, эмиссию только на поддержку внутренних структур, вычищать американскую экономику, да, опускаться, но, соответственно, нащупывать дно твердое, и, может быть, от него оттолкнуться и постепенно начинать все снова. Все снова. Это такие изоляционисты новые. У республиканцев это вот Рон Пол был, он наиболее известен, он сейчас, кажется, в отставку подал, но сын зато его сенатор. А, соответственно, у демократов это Обама. А, новый глава ФРС, как ее у вас вызывает? Жанет Елен, ну как, ну она точно знает, что в Белом доме сидит царь, которого нужно слушаться. Это вот продолжение, да, вот после дела Строскана руководство ФРС полностью легло под Белый дом, но еще теоретически оно могло рыпаться. Была попытка вернуть все назад, то есть, что ФРС независимая структура, причем по полномочиям даже в некотором смысле выше, чем США, потому что она транснациональная, потому что она контролирует мировую долларовую систему. Но это довольно быстро обрубили, Саммерса, значит, не пустили, и теперь Жанет Елен это такой вот, как бы, чистый исполнитель, как прикажут, так и будет. И все это понимают, в общем. И, кстати, в этом смысле как-то серьезно отличается от Бернанки? Да, у Бернанки чуть-чуть более, Бернанка чуть более самостоятельный человек. Но он, на самом деле, тоже, собственно, лично Бернанке никогда с Белым домом и не это самое, не воевал. Он профессор, да, то есть, он человек, который не политик, в отличие от, скажем, Саммерса, который, у которого всегда на все есть свое мнение, и который по этой причине все время лезет в какие-нибудь авантюры, ну, главным образом, конечно, где можно руки нагреть. Вот. И вот, в общем, он такой, его даже в Соединенных Штатах Америки, причем, клептоманы называют, чего же про нас говорить. Спасибо. Спасибо.